здравствуйте дорогие друзья когда я понимаю вопрос о ядерной войне в 19 веке то мне многие возражают что мол такое грандиозное событие непременно бы оставила след в литературе год назад я уже рассказывал вам о закладках писателей и поэтов прошлого вставленных ими в свои произведения в комментариях под тем фильмом вы оставили много других цитат о которых я сегодня и хочу вам рассказать прошедший год пошел как раз на изучение произведений и проверку всех фактов и должен признаться именно благодаря вам нашлись очередные подтверждения за что пользуясь случаем говорю вам большое спасибо если кто не смотрел прошлый фильм по этой теме который называется ядерная война 19 века глазами писателей и поэтов того времени то ссылка на него будет в описании под этим фильмом на youtube канале неофициальная история там же в описании будет полный список всей использованной сегодня литературы итак начать сегодняшний разговор хотел бы с повести владимира галактионовича короленко в дурном обществе повесть написано в 1885 году сокращенном варианте она называется дети подземелья и должна быть известна всем кто учился в школе в советское время настоятельно рекомендую внимательно прочитать эту повесть всем без исключения даже тем кто ее читал ранее так как в ней очень много символизма и подсказок сейчас пересказывать содержание не стану потому что его нужно прочувствовать чтобы понять отмечу лишь некоторые моменты на которые нам указывает в этой повести автор местечко княж городок где живет один из главных героев мальчик вася окружали пруды на одном из них был остров на острове старый замок место действия описано совершенно точно с города где короленко учился начиная с третьего класса реальной гимназии имеется в виду город ровно украина прообразом старого замка где проживали городские нищие послужил дворец князей любомирских владевшими ровно с 1723 года во времена детства короленко а родился он напомню в 1853 году замок уже был заброшен и служил пристанищем для бездомных и бродяг в начале 20 века дворец был разобран в настоящее время на этом месте располагается гидропарк и стадион так вот польский княжеский род любомирских восходящий к началу 16 века известен как один из наиболее богатых влиятельных и могущественных домов великого княжества литовского речи посполитой польши и европы могущество и влияние любомирских было подчас даже больше чем власть самого короля понятное дело что после того как эти земли отошли от речи посполитой к российской империи польские князья бросили замок однако странно то что среди новых владельцев этих земель не нашлось желающих забрать замок себе так например наполеон объявив себя императором не погнушался занять замок бурбонов в ровно конечно не королевский замок но учитывая богатство и влияние княжеского рода любомирских о шикарности их замка нетрудно было бы догадаться однако замок если это вообще был замок оказался брошен и там жили нищие в этом свете слова одного из героев что серый камень высосал из его сестры жизнь обретают совершенно иной смысл одним словом друзья прочтите сами и лучше полную версию уверяю вас не пожалеете ссылки на полную и сокращенную версии как я уже говорил в описании кстати в 1983 году Одесской киностудии снята экранизация повести дети предземелья и называется среди серых камней однако если хотите проникнуться духом того времени и читать между строк то рекомендую все же лично прочитать полную версию которая называется в дурном обществе федор иванович тютчев на новый 1816 год заметьте друзья это стихотворение написано в начале года без лета при этом какая-то уж очень не новогодняя история получилось цитата а ты сын роскоши о смертный сладострастный беспечную жизнь твоя средь праздности и нег спокойно катится но ты забыл несчастный мы все должны узреть коциты грозный брег возвышенный твой сан листицы твои и злато от смерти не спасут уже ли ты не видал сколь часто гром огнекрылатый разит чело высоких скал конец цитаты что это за гром огнекрылатый уж не метафора ли крылатых ракет еще одно его стихотворение называется последний катаклизм написано в 1829 году когда пробьет последний час природы состав частей разрушится земных все зримое опять покроют воды и божий лик изобразится в них следующий автор александр сергеевич пушкин в прошлом фильме посвященном писателям 19 века я уже приводил цитаты из его трудов что в итоге привело гневной критики и кучи комментариев про снег выпавший после нового года как ни странно в этом году количество этих комментариев возросло можно подумать что я сам не вижу что делается с природой однако стараясь мне это объяснить люди не заметили самого главного в тех цитатах шла речь о смене климата при этом как выяснилось пушкина все читали но хоть кто-то задал себе вопрос а зачем человеку из высшего общества писать свои сочинения на языке простых людей ведь высшее общество того времени разговаривал в быту на французском и письма писали на французском у пушкина много не только ядерной войне но и о системе в которой живет человек после этой войны но об этом он много намекает зауалирована конечно из-за цензуры тогда для кого печатали эти стихи и прозу на русском языке если согласно официальной истории 90 процентов населения российской империи были неграмотные крестьяне кто-то задумался каков был тираж его книг в те времена и какова была их стоимость какую выгоду мог получить изначально богатый пушкин от продажи своих стихов поэтому предлагаю еще раз перечитать произведение великого поэта хотя бы те что приведены в описании друзья читайте между строк и подумайте о прозвучавших только что вопросах и возможно вы откроете новые горизонты нашей реальности кстати если помните сказку о мертвой царевне и о семи богатырях то описание спящей царевны хрустального гроба в котором она ждала царевича и описание находки на озере берчикюль в кемеровской области названной тисульской принцессой они идентичны столь уж разницей что сказка пушкина написано столетием раньше а сейчас в качестве информации для размышления хочу зачитать вам стихотворение пушкин которое называется баратынскому из бессарабии написано в 1822 году сия пустынная страна священна для души поэта она державиным воспета и славы русского полна еще даны не тень на зона дунайских ищет берегов она летит на сладкий зов питомцев мусс и аполлона и с нею часто при луне брожу вдоль берега крутого но друг обнять милее мне в тебе аиде живого и еще один отрывок из творение которое называется герой написано в 1830 году тогда как рад героя плещет перед громадой пирамид иль как москва пустынно блещет его приемли и молчит а дров я вижу длинный строй лежит на каждом трупу живой к лименной мощную чумою царицею болезней он не бран и смертью окружен нахмурясь ходит меж адрами и хладно руку жмет чуме и в погибающем уме рождает бодрость небесами клянусь кто жизнью своей играл перед сумрачным недугом чтоб ободрить угасший взор клянусь тот будет небу другом каков бы ни был приговор земли слепой конец цитаты николай семенович лесков левша сказ о тульском косом левше и остальной блохе 1881 год данное произведение думаю знают все так как его проходит в школах и повествует оно о тульском умельце который решил механическую блоху подковать по просьбе императора чтобы переплюнуть заморских умельцев и сделал это без мелкоскопа у современников лескова это произведение вызвало бурю критики причем как среди так называемых левых так правых и даже центристов а ведь мало кто знает что этим произведением лесков высмеял навязываемую тогда новую историю где красивейшие дворцы строили крестьяне в лаптях как в то время так и сейчас мало кто видит что это просто пародия владимир федорович адоевский 4338 год петербургские письма это утопический роман написанный в 1835 году по общему мнению литераторов владимир адоевский первым предсказал появление современных блогов и интернета своем романе он описывает мир где между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы посредством которых живущие на далеком расстоянии общаются друг с другом широко представлен жизненный уклад якобы далекого будущего есть описание магнитных ванн управление климатом воздушных космических путешествий в частности освоения луны телефона и ксерокопирования согласно расчетам реальных ученых современников адоевского комета бела в будущем должна встретиться с землей действие романа происходит в 4338 году за год до предполагаемого столкновения цитата пишу к тебе несколько слов любезный друг с границы северного царства до сих пор поездка моя была благополучна мы с быстротой молнии пролетели сквозь гималайский туннель но в каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием ты верно слышал об огромном аэролите недавно пролетевшим через южное полушарие этот аэролит упал не вдалеке от каспийского туннеля и засыпал дорогу мы должны были выйти из электрохода и смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа в это время на море была буря седой каспий ревел над нашими головами и каждую минуту кажется готов был на нас рухнуться действительно если бы аэролит упал несколькими сажениями далее то туннель непременно прорвался бы и сердитое море отомстила бы человеку за его дерзкую смелость конец цитаты князь адоевский объясняя почему он отошел от литераторства в 1861 году в письме композитору владимиру кашпирову писал в россии еще нет ни отдельного пространства не отдельного времени для искусств в такие эпохи отказываться от скучного сухого дела для труда более привлекательного было бы до некоторой степени эгоизмом особливо теперь когда россия зажила новую жизнью когда кипит в ней сильное благодетельное движение когда все отрасли общественной жизни словно раскрытые рты требуют здоровой разумной пищи а между тем безлюдие большое одними день не накормишь и вот возникают вопросы а куда девалось пространство для искусства что произошло после чего вдруг россия зажила новой жизнью почему отрасли в упадке а между тем безлюдие большое что случилось с населением и почему нет пропитания в статье же к двухтомнику адойского написано конкретное дело практические начинания становится для адойского центральной задачей и поэтому он упорно именовал себя не литератором а химиком и механиком константин дмитриевич бальмонт смертью смерть написано в 1899 году в прошлом фильме про писателей поэтов 19 века я зачитывал выдержки стихотворения лорда байрона тьма и вот бальмонт в 1899 году написал свое стихотворение на эту тему оно длинное поэтому зачитаю лишь некоторые куплеты в описании есть ссылка если кому интересно прочитать полностью и так цитата мне грезилась безмерная страна которая была когда-то раем она судьбой нам всем была дана мы все ее хотя отчасти знаем но та страна проклятию предана ее концы незримые в начале как стены обозначились и мне и видел я как полные печали дрожание звезд в небесной вышине свой смысл поняв навеки отзвучали но мир земли и сочетание звездных с роскошеством дымящихся огней достойным балаганов затрапезных все делался угрюме и тесней бросая тень от стен до стен железных стеснялась и дыхание у всех но многие еще просвета ждали из той склепе дедовских утех друг друга в чадном дыме не видали из устных срывался дикий смех все было серо и синю желто я развернул мерцающие звенья и мир порвав сам вспыхнул но зато горя и сдыхаясь от мучения я умертвил ужасное ничто конец цитаты иван александрович гончаров роман обломов написанный в период с 1847 по 1859 год впервые был издан в 1859 году в главе сон обломова главный герой вспоминает свое детство где в самом начале идет описание родного края цитата не наказывал господь той стороны не египетскими непростыми язвами никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений не шаров огненных не внезапной темноты не водится там ядовитых гадов саранча не залетает туда нет там не львов рыкающих не тигров ревущих не даже медведей волков потому что нет лесов конец цитаты довольно интересный момент очень подробно перечисляется то чего не было не забыв упомянуть при этом огненный шар и отсутствующий лес друзья обратите внимание на эту главу особенно ее начало следующее его произведение фрегат паллада эта книга очерка Ивана Александровича Гончарова составлены на основе путевых заметок которые написаны во время экспедиции на военном парусном корабле в 1852 1855 годах Гончаров ходил в личный состав фрегата в качестве секретаря главы морской экспедиции вице-адмирала Ефимия Васильевича Путятина читаем главу обратный путь через Сибирь написанную в 1854 году раздел Усть-Майи Алданская Слобода 3 сентября цитата сегодня возвращаясь прогулки мы встретили молодую крестьянскую девушку очень не дурную собой но с болезненной бледностью на лице она шла в пустую вновь строящуюся избу здравствуй ты не здорово спросили мы была нездорова голова с месяц болела теперь здорово бойко отвечала она здесь места привольные только работы не ленись сказала она рожь славная родиться особенно зимая конопля и скотине хорошо все вина нет мужик не пьет мы славно здесь поправились а пришли без гроша теперь у нас корова пластелёнком лошадь понемногу заводимся вот новую-то избу хотим под станцию отдать конец цитаты заметьте друзья у поселенцев Сибири у молодой девушки целый месяц болела голова Лев Николаевич Толстой война и мир роман написан в период с 1863 по 1870 год цитата Пьер только глядя на небо не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотой на которой находилась его душа при въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открывалось глазам Пьера почти в середине этого неба над причистинским бульваром окруженная обсыпанная со всех сторон звездами не отворачиваясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым к вверху хвостом стояла огромная яркая комета 1812 года та самая комета которая предвещала как говорили всякие ужасы и конец света конец цитаты вполне возможно что в 1812 году комета на самом деле прилетала этого никто не отрицает однако Толстой не мог этого знать наверняка тем более не мог быть свидетелем кометы так как сам родился только в 1828 году а роман война и мир повторяюсь написан в период с 1863 по 1870 год то есть Толстой руководствовался существовавшим в то время описанием кометы ну а если точнее чьим-то объяснением того что это была комета о том что роман война и мир написан толстым на заказ говорили уже многие и на нашем канале мы также разбирали этот вопрос в фильме ясная поляна и тайна зеленой палочки и вполне очевидно что образ летящего в небе огненного шара всего лишь комета это понимание взято многими людьми именно из этого произведения жульверн 20 тысяч лье под водой первое издание в 1869 году в наше время подводный аппарат с экипажем на борту не считается чем-то сказочным однако для второй половины 19 века описание подобного аппарата могло быть преподнесено только как фантастика и не иначе причем принципы перемещения подводного аппарата в этой книге вовсе не сказочные а соответствуют современным представлениям и нормам погружение шлюзование всплытие все это дает нам понять что в книге описано реальная действующая подводная лодка либо современная либо излагается техническое оснащение ушедшей цивилизацией гида мапасан мать уродов дата написания 1883 год это небольшой рассказ повествующий о женщине которая нарочно производит на свет детей коллег отвратительных и страшных и продает их в цирке уродцев это очередной литературный заказ властей так как нужно было как-то объяснить обществу появление большого количества физически неполноценных людей 18 19 веках и официальная версия звучала однозначно уродов делают специально кстати если кто не знает как сложилась судьба самого гида мапасана то полюбопытствуйте это очень значимые события ссылка в описании друзья а теперь предлагаю вам прочитать один отрывок сразу из двух произведений разных авторов михаил ломоносов ода на день восшествия на всероссийский престол и я величество государыни императрицы елизаветы петровны самодержицы всероссийские от 1746 года и михаил лермонтов корсар от 1828 года цитата нам воном ужасе казалось что море в ярости своей с пределами небес сражалась земля стенала от зыбей что вихри в вихре ударялись и тучи стучами спирались и устремлялся гром на гром конец цитаты да это отрывок присутствует в обоих произведениях разных авторов с разницей в сто лет официально это сходство объясняется конечно же не заимствованием а тем что эти поэты брали только наиболее общие черты каждого явления природы все частное особенное считалось случайным необязательным и по их мнению могло только спутать читателя отвлечь от главной идеи стихотворения на это нелепое объяснение я лишь могу развести руками и возразить что при всем богатстве русского языка его синонимов эпитетов и литературных форм сказать то же самое другими словами конечно было нельзя поэтому они оба написали слово слово а вот еще одно стихотворение ломоносова так сказать думайте сами решайте сами вечернее размышление о божьем величестве при случае великого северного сияния 1743 год что зыблет ясной ночью луч что тонкий пламень в твердь разит как молния безгрозных туч стремится от земли в зенит как может быть что мерзлый пар среди зимы рождал пожар конец цитаты перси биш шелли произведение называется азимандия это сонет впервые опубликованы в 1818 году в переводе николая минского на встречу путник мне из древней шел земли и молвил средь песков минувших дней руина стоят две каменных ноги от исполина лежит разбитый лик в опрахе не вдали сурово сжатый рот усмешка гордой власти твердит как глубоко воятель понял страсти что пережить могли солгавший им язык служившую им длань и сердце их родник а в круг подножия слова видны в граните я азимандия великий царь царей взгляните на мои деяния и дрожите кругом нет ничего и слевший мавзолей пустыней окружен гуляет ветер свободный и стелются пески безбрежный и бесплодный александр ипполитович дмитриев мамонтов пугачёвщина в сибири это очерк по документам экспедиции генерала диколонга москва 1898 год страница 133 2 абзац сверху я императорское величество изволит прибыть в москву в январе 1775 года к пребыванию и величество очищается дом на пречистинке князя Михаила Михайловича Голицына вопрос отчего очищает дом князя Голицына потоп земля друзья в этой книге много дат цитат ссылок на официальные документы и других интересных фактов если читать между строк можно узреть многое Владимир геляровский Москва и москвичи в одном из эпизодов геляровский спускается в коллектор реки неглинка далее цитата точно из могилы из темноты доносится голос феди знаю барин по людям ходим конец цитаты но тут собственно без комментариев Сергей Васильевич Максимов нечистая неведомая и крестная сила в главе царь огонь описан пожар 1839 года в Костромской губернии очевидцем которого писатель являлся цитата это было поистине нечто потрясающее потускнело солнце на безоблачном небе в знойную июльскую пору называемые верхушкой лета и в самый полдень стало так темно что надо было зажигать огни прозрачный воздух превратился в закопченное стекло сквозь которое яркий диск жгучего светила казался кружком вырезанным из красной фольги дозволявшим безопасно смотреть на себя не преломляются лучи не льется животворящий свет и не исходит живительная теплота то был год страшных местных пожаров народ говорил идет кровавый дождь конец цитаты тут хочу сделать замечание что некоторые породы глины при растворении в воде дают именно красный цвет то есть автор почти напрямую говорит о глиняном дожде итак друзья как видим даже в классической литературе имеются подсказки причем их неимоверно много перечислено здесь только десятая часть того что мне с вашей помощью удалось обнаружить за прошедший год это цитирование можно продолжать очень и очень долго и растянуть в целый сериал но какой в этом смысл ведь куда важнее чтобы вы сами научились читать между строк и тогда вам откроется второе дыхание и новые горизонты нашей реальности друзья за сим не прощаясь впереди еще много интересного благодарю вас за внимание за то что досмотрели до конца все вам доброго до скорой встречи